Ставка на будущее. Поддержку молодых педагогов в школах Володы необходимо усилить. Такую задачу поставил глава города Евгений Шулепов на встрече с учителями областной столицы. Развитие и модернизация системы образования сейчас один из приоритетов для городских властей. А для этого необходимы молодые кадры с их свежими идеями и нестандартными подходами. О взаимной поддержке и пользе творчества расскажет Егор Канавин. Девочки, и там еще разок. Давайте, вот и так, с азарком. Пойдем. Под стать настроению и название песни. В переводе «Потому что я счастлив». Танцевальную постановку готовят учителя 26-й Вологодской школы. Репетиции каждую неделю. Здесь уверены, занятие танцами – это настоящее спасение от нервов, стресса и так называемого профессионального выгорания. Мы танцуем прежде всего потому, что, наверное, мы все очень любим танцевать. Потому что это очень хороший способ расслабиться. Потому что работа учителя требует очень большого напряжения, как, скажем так, и умственного, и эмоционального тоже. Это возможность сбросить вот эту нагрузку. Творчество – один из основных элементов системы адаптации молодых педагогов в школе номер 26. Плюс стимулирующие выплаты около 2,5 тысяч рублей в месяц, институт наставничества, еженедельные мастер-классы, участие во всевозможных конкурсах и просто поддержка со стороны опытных учителей. Все это помогло учителю английского языка Наталье Карепиной освоиться, когда она пришла в школу 7 лет назад. Я нашла свой второй дом, потому что я не чувствовала себя в школе одиноко. Я сразу попала в коллектив, в дружный коллектив, где тебе всегда помогут, тебя выручат, тебе подскажут, как бы твой наставник, которому вправе выбрать самим. Активно использовать этот инновационный опыт в других школах, где тоже заинтересованы в молодых кадрах. Эту задачу поставил глава Вологды Евгений Шулепов на встрече с педагогами. Благодаря уже начавшейся работе в школе Вологды только в этом году пришло более 100 молодых специалистов, чьи новые идеи помогут развивать систему образования. Мы предпринимаем со своей стороны РАДМИР для того, чтобы педагоги остались и не ушли из системы образования. Ну и, конечно же, в коллективах создаются самые благоприятные условия для того, чтобы педагоги и как можно быстрее вошли в эту систему, освоились и самое главное, чтобы смогли реализовать свой творческий потенциал, свое желание учить наших детей. Модернизацией и развитием системы образования городские власти последние годы занимаются особенно активно. В школах вводятся инновационные методы обучения, позволяющие добиваться высоких результатов. Так, за пять лет 14 волготских учителей вошли в золотую тысячу педагогов России. Не подводят и школьники, которые лидируют по числу медалей в области и регулярно занимают почетные места на престижных конкурсах и олимпиадах. И это не предел возможностей, уверен Евгений Шулепов. Егор Канавин, Максим Тушковец, Михаил Причев, Вологда Портал.